итак вторая часть мы продолжаем вот заканчиваем этот конечно на американских комиксах и плавно переходим к манге и начинаем мы вторую часть данного видео с того что тут меня первый комикс в руках это savage dragon тоже опять же от компании image comics этот комикс я покупал потом отдельно всего этого потому что покупать по отдельности дан каждый выпуск savage dragon очень дорого и накладно плюс тому не каждый американский продавец вам будет продавать за дешево даже если сам комикс стоит там ну пару баксов грубо говоря а за пересылку он с вас возьмет скажем потому что и мс плюс тому почта россия еще сволочь такая не там любят брать деньги за налоги вот и поэтому с вас возьму скажем уже не не тоже 2 доллара скажем за пересылка внушительных теперь по нынешним время временам 15 или 20 долларов опять же ты не все такие продавцы но тем не менее есть такие вот у нас тут сзади вот он опять же это несколько номеров в одном то есть если выражаться по-японски да это типа своего рода американский танк обон или издание все в одном несколько первых номеров в одном таком вот относительно толстом выпуске вот следующий альманах уже на этот раз посвященный судьи дреду ком-компьют кейс из файлов оуан вот она краски годы 1099 по 2100 то такая толстая британская книга который также прям приобретал на ebay вообще все мои комиксы тоже на английском либо на относительно на японском либо же не на японском переведенный на английский все в основном из и б но манга про которая чуть будет чуть позже она вся из японии вот здесь у нас самые что и на есть первые источники судьи дреда первые самые номера за 70-е годы они все были черно-белые здесь краски они есть приобретал данную книгу у британского продавца примерно за и не знаю сколько но я помню что было дешево по по сравнению с другими продавцами которые также торговали данными выпусками потому что там их несколько было толстых книг у меня тут самая первая красная судя дред от ту фаузен деньги следующее тут у меня с чего бы начать с чего бы начать в принципе я не знаю тут тут опять же комикса на русском языке в принципе это не true с одной стороны в особенности комикс от издательства prime еврознак которые очень сильно обрезаны в плане дизайна то что данная конторка занималась изданием комиксов от тоже теперь от легендарного от легендарной студии по названию dark horse комикс которые известны прежде всего за чужой пути в хищника комиксы про терминатора отдельно про чужих отдельно про хищников потом там всякие интересные амальгама комикс например там чужой против хищника против против бэтмена там судя дредд и бэтмен против смерти и так далее так далее эти комиксы наверное потом сниму в части 3 потому что сейчас я их не могу найти видимо не у меня у моего младшего брата вот че говоря здесь у нас русская адаптация комикса про долину смерти терминаторы тоже потом свои собственные додумки все в сюжете там пошли данный комикс и изначально 2003 года но на русский язык его перевели только 2005 так что разница в два года видимо данный комикс вышел на на сказать на первых дыханиях пост после терминатора 3 который меня сильно бесит вообще-то не каноничный фильм вообще зафига он вообще вышел и так далее так далее не канонично потому что по идее если вы смотрели режиссерскую версию 2 терминатора судный день то там уже и так все понятно то есть фильм уже заканчивается тем что сара конор джон конор и т-800 по идее уничтожили все что было связано с с приветом из будущего с терминатором первым да но нет же кому-то прям нужно было выдвоивать последние соки из коровы потом еще один комикс это у нас маска в возвращении это 2 комикс опять же тут без никаких напоминаний о том что там дарк хорс метр его очень сильно бесит но картинка классная догмонки 92 год до данный комик 92 года иж и минус данного комикса тут был первый теперь второй то что он наполовину черно-белый хотя он должен быть в цвете и это лишь в середине комикса вот где краски белые страницы вуаля он в свете кого черта вообще происходит данный комикс конечно мне все время обошелся не не по дешевке конечно его купил в гламурным таком в магазинчике в мегамоле тут у нас есть вот он не обошелся где-то не знаю в сутку что ли не помню это было 1077 год принципе цены и отношения доллара к рублю тогда были вообще смешными как по современным со современной той точки зрения улыбающиеся рожам маски классный комикс но было всего лишь изданным 2 вот таких вот номера к сожалению и на этом все в россии хотя вообще там существует то его куча разного разных продолжений и ответвлений и адаптации 1 одноименного мультсериала и по-моему еще был комикс по фил по фильму и так далее так далее потом еще один комикс от этого же издательства но на этот раз они уже скажут что одессе и вау что с ними произошло бэтмен возвращение по однаменному фильму 92 года опять же здесь просто тупо идет пересказ фильмы и все принципе здесь ничего такого сверхестественного нет там реально редкий был до недавнего времени гость моей коллекции то тут единственный русскоязычный вариант по идее комикс назоваться divine right но в общем то в россии решили дополнить его названием ген хотя здесь нету ни одного персонажа ген 13 художники те же до джим ли там еще там кто-то скотт уильямс обводчик вот но здесь нету ни одного персонажа из ген 13 так что я не знаю почему не нарекли да и когда данный комикс читать как так вот по вертикали они по горизонтали компьютерная графика данный комикс это 2000 я не помню шестого что ли года очень давно был куплен там также два малоизвестных комикс на территории россии это фэмфорс тоже это зачастую prime евразнак опять же так подозреваю что эти комиксы должны быть цветные но они здесь чем-то были черно-белые хотя может быть и не так может быть кто знает первый источник может быть не напишешь что может быть комикс был все-таки в черно-белом хотя вообще-то это не по-американски то есть американский комикс и не в цвете это как-то странновато неправда ли манга это понятно манга в японии выходит целка каждую неделю поэтому у них там нет как бы времени на раскраску это их нет типа стилистика но американский комикс черно-белом и как то есть честно странно проще говоря здесь у нас комикса отряде супер телок с супер формами и они могут по всячески драться с с злом что-то в этом роде ноги здесь здесь много было статью в выпусков на удивление тоже за тебя по-моему дон 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 донос души компании эйси комикс по моему если опять же нет то а хотя не тут сайт есть компания старая относительно и комиксы эти старые они вообще за 80-е годы примерно и ну и тут еще у меня потом идут эти великие супер герои куплены моим младшим братом и мной по моему куда я учился еще в универе было делать нефиг деньги были пошли в один из магазинов и купили такие два толстенных выпуска ну тут конечно же несколько в одном комикс том 1 вне времени дэр дэвил самое смешное то что тут написал друг кевин смит и художник джо кусада или куэсада все по идее кесада но не знаю над мозговые переводчики не прям такие над мозговые капец вот теперь мы убираем американские комиксы которые у меня были опять же у меня будет продолжение в части 3 потому что у младшего брата комнате по моему находится остальные американские комиксы которые у нас есть коллекции его в общей вот но мы переходим к японо-корейские манги в корее не назвался мангла вот то есть принципе во всей юго-восточной азии одно и то же название только произношение разной зависимости от языка первое здесь у нас идет такой американизированный перейденный на английский язык манга пан за ним джи пэн со создателя как раз таки хокутану кен буронсона и кентаро миура художник который придумал да вы все прекрасно знаете это берзерк и здесь у нас идет краски американская адаптация компании dark horse манга здесь идет офигенная рисовка кентаро кентаро миура есть если вы фанат современной манги и так далее и аниме то данная манга не не для вас потому что здесь не только войнасти здесь экшен и хардкор который на котором я больше всего вырос я вырос на олдскульный манги и точнее на аниме на древнем в основном все что было на вечер с кассетах 90-х на том и вырос принципе хокутану кен гайвер там доминин тэнк полис там так далее так далее гена киборг переходят на ум сразу же ну такой короче там у нас здесь танкобон оверман конгро гейнер название смешно здесь у нас про будущее про мехов всякие дела еще в таком духе дальше у нас корейская man manhwa по варкрафту в самом триложи тени во льдах ричард к ног и чж хван ким принципе рисовка ничем не отличается скажем от японской манги то есть принципе что в японии что в что в корее что даже в гонконге рисуют фактически одинаково но опять же у китайцев например вы в их ней там manhwa у них там по другому счету стиль но он чем-то схож с мангой и manhwa данную manhwa считается как по западному то есть слева направо они справа налево как это обычно в японском в японской манге что принципе человеку выросшим в основном читающим слева направо справа налево как-то кажется очень странновато короче таком стиле нарисовано что-то среднем между японии кореи тут у нас стиль такой опять же очень близок к японскому стилю рисования еще одна manhwa по названию возвращение вами вампира здесь у нас я не помню я покупал вообще давным-давно уже носительными 2011-2019 году к сожалению данные комиксы они любят рассыхаться даже после того как вы их купили они сразу же рассыхаются даже вот одна уже и страниц все отклеилась качество класс там дальше у нас два танка лобона идут с берзерком ух но упала за 2 м 2 сборник это первый сборник манга опять же она сильно отличается от сериала тоже здесь у гадса есть напарник летающий мальчик типа фея которого не было в аниме сериале далее так далее в принципе вы так все знаете что такое берзерк и не думаю что прям кто-то живет все все еще в танки и не знаю кто такой берзерк вот потом у нас опять же идет американская версия манги панзанин и иди полис байт они таки заки все время стоил аж 1495 канаде еще подороже вот опять же да манга тоже будто бы рассыхается и звуки такие произносят при при открытии ну то есть принципе здесь как бы не вошедшие не анимированные части и и полис есть такой овост сериал из трех частей но и вот это вот видимо то что не вошло под потом со временем в данные уважки и здесь у нас как бы предысторию что летят и не знаю как сказать про это что здесь творится короче говоря это от ответвление bubblegum crisis если кто знает такой аниме сериал то этот ответвление потом у нас идет краски трилогия точнее я не знаю сколько здесь именно частей но танкобон иди полис 25 часов опять же то не так и заки опять же супер обложки но это чисто все на японском но интересно то что данная манга на дублируется еще также по-английски видимо для японцев чтобы ну типа заучивать английский и так далее чтобы они дополнительно заучивали английский язык данная манга перепечатка где-то девяносто шестом году она произошла то есть данная пин перезайдет 96 года иди полис где-то 90 и не знаю куда девяносто четвертого года здесь у нас киберпанк продолжение то и иди полис вот здесь есть камео появление приз и с бабулом кризис то есть таком духе потом купленная уже не на ebay а на аукционном сайте по названием бои отведения я и я ху джи пен сайка лэнд вот данный данная манга вообще является очень редким образчиком чисто японской манги потому что на ни разу не выходила за пределы японии самый такой поразительно здесь мы имеем бежли скота сайфа и сюжет пролетающий город в небесах и с кем идут экспериментами с виртуальной реальностью и виртуальная реальность проникла в нашу жизнь и тут короче у нас происходит теракты за терактами тип в таком духе данная манга вот это тут данная книга даже она 90-го года аж осталось в свое время в 880 иен ну на удивление данная манга читается опять же слева направо что удивительно для японского рынка потому что них обычно слева направо у них читаются как я знаю тексты технического характера то есть по технике и так далее литературный японский читается справа налево как по арабски ли по еврейски самое такое смешное для сравнения тебя япония этого мне не евреи и не арабы танки нибудь покручу такому духе такая вот манга там следующая манга это краски легендарная хокута но кен или кулак полярной звезды или фисту за но стар зависимости где вы живете или кем ли срывайвер в франции них танкс и к сожалению хоку хокута но кем был перейдем краски кем ли сувайвер вот опять же здесь это переиздание оригинальной манги лишь мы даже не плакатик есть постер не пока постер 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 но здесь даже первое начальное несколько страниц даже в цвете есть раски здесь гриз в том что 90-х годах положить терминайдерная война кто уничтожило все все живое но остатки человечества не вымерли за место них появились вот эти вот безумные банки на мотоциклах с с тесаками ну в принципе посмотрите одноименные аниме сериал или полнометражку 86 года и вы все и так узнаете насчет этого всего данная манга опять же все на японском данную мангу мне привезла подруга из японии вот так что такой вот прикол круче хукутанукен буронсон этот сахара 1200 йен сейчас так камеру поставить на заявку не выключилась сейчас до секунды и мы продолжим подсоединил блок питания так продолжаем что мне не охота делать паузу делать вместо 3 части и том 3 в эту потом 4 и так далее теперь опять возвращаемся на секундочку опять же к американским комиксом здесь у нас aliens vs predator опять же омнибус который девяносто пятом году был издан слегка с переделанными красками потому что у меня есть один выпуск оригинального чужого чужих против хищника там краски чуть-чуть по-другому выглядят кричат данную переиздание где все номера в одном опять же данный омнибус я купил из расчета того что очень трудно коллекционировать все номера сразу это было 2012 году как раз и и видел там что некоторые продавцы хотят за данные выпуски прям вообще там немеряных денег то что не то чтобы за за сами комикса за пересылку опять же то есть из расчета на россию то есть опять же между собой там они по нормальной цене когда до россии потому что там они все прекрасно знают как здесь мошенничают и так далее так далее поэтому они просят большие деньги за доставку за пересылку еще так вот один из минусов проживание в россии план ключи для чужие против хищника потом у нас опять же здесь идет американская версия манги гена киборг теперь же типа редкая вещь все части манги на английском языке опять же манга на сильно отличается от аниме сериала и точнее этого сериала который вышел в девяносто третьем году там там днем строительства черт девяносто пятый год и где-то так даже вот здесь на обложке мы сразу видим какой гена киборг да даже на первом первый самый номер вот так вот здесь вот он выглядит в манге отличат кое чего хаты который сделал данный овость сериал он перехочил данную идею и переделал образ гена киборга из такого человекоподобного в более такого реально в монструозного такого монстра вот здесь у нас круче говоря читается по-западному считается как стандартный западный комикс пидж данный комикс и поймем чем приобрел там за какие-то смешные деньги потому что потому что в время еще данные комикс они не имели такого прямо такой прям ценности как у сейчас например тебя же как пиджа сообщит тоже цены там нет не особо огромные на такого рода вещи хочешь такому духе то не так таки перевел джеймс д х 1 вис select там еще не тут западный комикс x-men а ньютон дженезис русские крис клэрмонт и джим ли это же было проще купить данные омнибус чем по отдельности данные комиксы к сожалению хотя что я планировал среди купить по отдельности в журнальном варианте данные комиксы но данный выпуск был точнее данная версия была намного дешевле покупки блин план здесь у нас классические x-men которых вы видели в анимационном сериале который когда-то показывали по fox kids как я же потому мультсериалу существует отдельная комиксы от marvel именно приключения и x-men of то есть там и именно в каждом новом выпуске там перед пересказ каждой новой серии ну так вот здесь мы имеем как бы именно классических не адаптированных бы в истории для мультсериала ну пусть такому духе там дальше у нас два танка бона легенда о лимнир первая часть и вторая часть но так данная манга на является хендайной поэтому я показываю что внутри я не буду потому что youtube в этом плане теперь сосет там у нас идет идет на русском языке две манги джонбол зэд точнее джагонбол оригинальный и рамма нибу ноичи или 1 2 2 15 томыш там дальше у нас чисто японская трилогия манги про street fighter 2 только это показывал на своем старом канале по моему или ты уже я делал видео то ли мне еще предстоит это сделать это вот краски street fighter 2 рюм 3 танка бона тут первый номер второй номер и третий номер начали нас ждет там несколько страниц его цвете а дальше как положено манги на ученое белом как говорится в конце каждого выпуска данный комикс первоначально печатался в журнале супер famicom магазин как раз таки посвященный супер фамика famicom ну и последний здесь у меня на данный момент в моей комнате находящиеся манга это чиролите дорога к земле обветал обетванной от сатоси у урсихары опять же еще одна банка стиле сай-фай с элементами хентая вот такая толстая хрень сатоси у урсихара является еще также художником если мне память не изменяет в играх серии dr langrisser или просто угол ангрессор и к салсу из волкин так что иллюстрации здесь будут чуть-чуть похоже если вы знаете об этом классный такой мех дизайн на удивление в данной манге еще также есть адам гинги на кибер и пирса точно так же как здесь тоже джина сайбер тоже джина сайбер поразительно не не правда ли ты в конце нас ждут конечно же на удивление друг и иллюстрации в цвете тоже супер обложки на японский такой манер сделано вот принципе все что хотел вам показать в этой второй части скоро наверно выйдет третья часть если я не я не забуду шуткой по на всем до скорого всем пока